Сто лет прошло с момента первой сельскохозяйственной переписи России. Правда, в Якутии вековой юбилей отметят только в следующем году. Сегодня в музее имени Ярославского в Якутске открылась выставка, посвященная первой сельхозпереписи страны. Какие экспонаты на ней представлены и почему до Якутии перепись добралась на год позже, расскажет Юлия Михайлова. Впервые переписи на Руси проводились еще согласно указам Чингисхана. Но вот именно сельскохозяйственная перепись в России впервые состоялась в 1916 году. Правительство намеревалось с ее помощью улучшить экономическое положение страны. На выставке представлены уникальные документы того времени, сводные ведомости, переписные листы. Эта всероссийская перепись проходила в 1916 году, а у нас в Якутии она прошла на следующий год, то есть уже в 1917 году. Также была проведена по всем категориям населения, значит, и сельская, и городские дачи были там же описаны, приусадебное хозяйство, вплоть до кустарников, все высадки, посевные площади, и сельхозугодия, все туда было включено. Эти все материалы хранятся в нашем национальном архиве Республики Сахая Якутия. Сто лет назад в Якутске уже имелись свои дачные районы, Сергелях, Сайсары, пригородные села. В Амгинском, Олегминском улусах уже давно выращивали пшеницу, овес, повсеместно держали скотину. Тем и жили. Во время переписи у сельских жителей спрашивали о населении, посевных площадях, количестве скота, запасах продовольствия. И вот спустя столетия в этом году вновь якутяне примут участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года позволит нам сформировать уникальные показатели состояния агропромышленного комплекса, тех показателей, которые отсутствуют в текущей статистике, тем самым вести речь о продовольственном комплексе, разработать эффективную государственную аграрную политику и тем самым обеспечить продовольственную и экономическую безопасность страны и региона в частности. Предстоящая перепись состоится во второй раз. Принять участие в которой долг каждого сельского труженика.